Теперь обо всем подробнее. 15 февраля из Астаны по Казахстану отправился праздничный поезд в Ангелик-Ель. Сегодня его встречали в селе Смирнова Акаинского района. В рамках акции, посвященной 25-летию независимости, представители госорганов, соцработники и врачи встретились с сельчанами и помогли решить их проблемы. Алена Подласова продолжит. До прибытия поезда несколько минут. На перроне сотни акаинцев, казахи, украинцы, русские и татары. Все они много лет живут рядом в дружбе и согласии. Пока ждут гостей, рассказывают о том, что изменилось за 25 лет независимости Казахстана. Мы ощущаем поддержку, заботу нашего президента о нас. Мы не видим разницы, что вот я русская и живу здесь, среди казахов. Живем очень дружно. В нашем государстве под руководством Елбасы нашего президента Нуштанавиша Назарбаева за 25 лет произошли такие изменения. В некоторых государствах такие изменения проходят и за столетия. Мы являемся патриотами Республики Казахстан. Надеемся, что вам все хорошо. Хочу пожелать нашей стране благополучия, мирного неба. Прибытие поезда «Менгелик» есть для сельчан радостное событие. Встречают гостей хлебом и солью. Представители госорганов, соцработники, врачи. Они приехали, чтобы дать консультации, ответить на вопросы и помочь сельчанам. Мы принесли вам горячий привет от Астаны всем жителям, не только вашего поселка, но и всем североказахстанцам. Дело в том, что вот этот маленький район, если посмотреть масштабы нашей республиканской карты, имеет особое свое значение. Здесь сосредоточены все этносы представителей, которые живут на территории Казахстана. На встрече в Акимате говорили о духовных ценностях, мере и согласии. А в районной библиотеке вели прием граждан. Елена Кабачок пришла, чтобы узнать, как начисляются социальные пособия, в том числе по уходу за ребенком. Рядостная социальная помощь, она выплачивается тем гражданам, чей средний душевой доход семьи не предвышает черты бедности. Черта бедности – это у нас 40% от прожиточного минимума. А в Центральной районной больнице всегда многолюдно, но сегодня особенно. Хирург, онколог, невропатолог и еще около 30 столичных врачей принимают сельчан – и взрослых, и детей. Айгуль Ахмеджанов стоит в очереди к кардиологу вместе с сыном Тимирланом. У него вегетососудистая дистония и тромбоцитопатия. Местные врачи посылали в Астану, чтобы мы съездили, проконсультировались на консультацию, что так получилось, что сами приехали врачи. Спасибо большое. И самое главное, наверное, что ребенку мне нужна консультация таких врачей, как и сейчас. Сейчас на приеме 73-летняя Мария Абелева. До этого дня к эндокринологу никогда не обращалась. В больнице бывает редко, но решила воспользоваться случаями и получить квалифицированную помощь. Пенсионерка жалуется на ряд заболеваний. Чтобы поставить точный диагноз, врачи рекомендуют сделать ультразвуковое обследование. Обследование надо узи щитой железы и гормоны. Направление далее, потом с обследованиями придет обратно. А повторный прием. Отмечу, за 35 дней праздничный поезд Мянгелик-Ель побывает в 33 населенных пунктах страны. Алена Подласова, Владимир Боровков, Новости МТРК.